МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию в этом году планируют отправить 134 тысячи человек. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призывников не будут направлять в горячие точки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские военные уничтожили базы горючего в ряде населенных пунктов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Российские самолеты и беспилотники поразили 52 украинских военных объекта. 92% россиян в этом году откажутся от покупки квартир или автомобиля. По данным компании «Максимум Эдюкейшн» и «Росгострах. Жизнь», 70% опрошенных сократят бытовые расходы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию создавать совместные предприятия. Он подчеркнул, что необходимо наращивать темпы сотрудничества в сельском хозяйстве, машиностроении и научно-технической сфере. Власти Китая вводят ответные визовые ограничения для ряда американских чиновников. По словам официального представителя МИД КНР Ван Венбиня, меры приняты с целью защиты законных интересов и прав китайских граждан. Полицейский произвол. В Пензе сотрудники правоохранительных органов задержали активиста городского комитета КПРФ Сергея Балясникова. Он проводил одиночный пикет рядом со зданием правительства области. Ну вы же понимаете, что за одиночный пикет сейчас не задерживают. Почему как бы вы его в отдел полиции доставляете? Никак это не прокомментируете? Ну то есть вы прерываете одиночный пикет человека, нарушая его конституционные права, правильно? Полицейские не стали брать объяснение у Сергея Балясникова на месте. Активиста горкома КПРФ сопроводили в отделении полиции. Я думал, у нас за одиночный пикет не забирают. Аж 8 сотрудников полиции, по-моему, да? Сергея Балясникова отпустили лишь спустя несколько часов. Никаких обвинений ему не предъявили. Через два часа тяжелых переговоров, криков и скандалов полиции мы все-таки смогли отбить, вытащить нашего товарища Сергея Балясникова, который участвовал в одиночном пикете. Долгие часы ожидания пригородных автобусов на морозе прямо на дороге. В марте в поселке Черлак Омской области неожиданно закрыли автовокзал и прилегающую к нему территорию. Для пассажиров из Омска и районных поселков это стало неразрешимой проблемой. Я вот приехала в Черлак по делам, а я не знала, что автовокзал закрыт. Теперь мы приехали полдесят, у меня теперь придется до полтретьего сидеть, ждать авто. А где? Просто ходить по холоду? Не знаю. Ну, пока похожу по магазинам, что-то я не знаю. Многие пассажиры подобных маршрутов едут на прием к врачу или за лекарствами в аптеку. Для них закрытие помещения автовокзала превратилось в испытание на выживание. Мне без него никак нельзя. Я здесь могу поспать, полежать. У меня уже девчата знают, что я инвалид. А без этого я не знаю. Мне и стоять не могу, потому что у меня голова кружится. После закрытия автовокзала фактически исчезло и расписание движения. Почти целый месяц люди требовали возвращения здания. Особенно их возмутил тот факт, что закрытие объекта никто из должностных лиц так и не прокомментировал. Самое интересное, что об этом никто не был уведомлен. Ни мы как депутаты, ни население. То есть 28 числа просто приехали представители Омского автовокзала, опечатали здание, повесили объявление, что с 1 числа он закрыт. И на этом все. Представители местного отделения КПРФ выяснили, что ранее предприятие Омскоблавтотранс передало автовокзал в аренду компании Черлакавтотранс. Последняя сочла работу убыточной и со временем расторгла договор. Коммунисты заявили о нарушении прав пассажиров и невыполнении требований, предъявляемых транспортной инфраструктуре. Они призвали местную администрацию к решению проблемы. Я со своей стороны уже направил губернатору, главе района, прокуратуру Омской области, запросы, чтобы законность этих действий. Так не должно быть. Автовокзал был построен специально для людей в советское время. Он исполнял свою функцию. Но цена вопроса позорище, скажем, откровенное позорище. Как администрация запустила на самотек эту ситуацию, мы при этом выправлять будем делать все возможное. Усилия общественности и коммунистов уже дали первые результаты. Сейчас территория автовокзала вновь открыта. В помещении работает пока только зал ожиданий. Коммунисты взяли ситуацию на контроль.